Задать все интересующие вопросы и рассказать о главных проблемах смогли саровские предприниматели на встрече с депутатами Законодательного собрания региона. Беседа проходила в формате открытого микрофона. Одна из основных проблем, волнующих бизнес-сообщества закрытого города – повышение кадастровой стоимости коммерческой недвижимости, которая находится в собственности у индивидуальных предпринимателей. Напомним, в прошлом году на некоторых городских объектах она увеличилась в десятки раз. Я скажу за многих, что мы устали же бороться с ветряными мельницами. Просто устали. Нам сложно на своих рабочих местах, потому что мы не занимаемся тем, чем надо. Я бы с удовольствием больше времени занимался своим делом, а не занимался, соответственно, оценкой нормовых вот этих вот разных законов, работы, соответственно, как я уже занимаюсь там последние 4 года оценочными компаниями, подачей новых заявок, соответственно. В прошлом году решением Саровской дома на год предприниматели получили единоразовую 30-процентную скидку на налог. Сейчас же вопрос снижения резко возросших налоговых сборов снова открыт. Среди обращений была просьба выработать единый механизм действия для предпринимательского сообщества, который позволит сократить траты по кадастровой стоимости. Для ряда вопросов делегаты взяли время на то, чтобы продумать механизмы решения. В части отдельных вопросов мы поняли, что необходимо все-таки провести некую экспертную оценку тех решений и методик, которые так или иначе влияют на нагрузку финансовую на предпринимателей. Все-таки нужно их оценить, в том числе, исходя из того, что в Сарове все-таки специфика своя есть. Предпринимателей здесь не так много и не так много не потому, что они не сильно хотят, а потому что все-таки особый режим функционирования. Зато не предполагает, видимо, какой-то прям широкой активности. Также делегация ЗАГС Собрания рассмотрела вопросы имущественных и земельных отношений. Депутаты осмотрели городские торговые центры территории ТАССР в периметре города. С проектом поправок в федеральный закон, а зато выступил депутат Саровской городской думы Пётр Смирнов. Земли в закрытых городах ограничены в обороте. Их нельзя предоставить в частную собственность, но можно заключить сделки по аренде. Благодаря поправкам у саровских предпринимателей появится возможность приватизировать земельные участки, на которых расположено их недвижимое имущество. По статье 6 закона зато скорректировать и внести туда то самое исключение, которое предполагает, что земли ограничены в обороте с заключением земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственниками которых являются физические лица, постоянно проживающие зарегистрированные зато, и юридические лица расположены и зарегистрированы на территории ЗАТО. Я думаю, что у многих предпринимателей, кто владеет зданиями, и сейчас здесь активно спорил насчет кадровских строительства зданий, очень сильно касается вопроса, в том числе, собственность наземных, что это влияет на их бизнес. Сегодня мы услышали от представителей городской думы сформулированные предложения. Думаю, следующее обсуждение будет на экспертном совете. И председатель городской думы нас сейчас проинформировал, что такая же дискуссия идет по всей системе закрытых городов группы Росатома. Это здорово, на самом деле, если таким серьезным фронтом, серьезно с профессиональной точки зрения подготовлено подойти к этому вопросу, думаю, что изменения могут быть вполне поддержаны. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.